Мухоморы на ужин Короче говоря, ребят, дело было такое. Играл я себе, играл и попадаю я в один из боев. Вроде бы все нормально должно быть, вроде бы все хорошо, бой начинается как обычно. Ну а короче, потом складывается впечатление, что ты попадаешь в какой-нибудь параллельный мир или в параллельную вселенную. И я сразу, честно говоря, вспомнил Алису в стране чудес. Что конкретно произошло, сейчас покажу. Заранее хочу попросить прощения у всех, кто будет смотреть данное видео. Получилось так, что играл я на ноутбуке, там у меня нет программы для захвата видео с экрана. И когда я увидел то, что на экране начало происходить, ничего другого мне в голову не пришло, кроме как взять телефон и просто попытаться заснять то, что происходит на экране с самого телефона. Итак, ребят, бой начинался вот так вот. И, пожалуйста, вам великолепная шахматная доска полностью на весь экран. Но, как видите, я сейчас стою, никуда не шевелюсь на фараончике по одной простой причине. Потому что побежал за телефоном быстренько. Потом, пока включил видос записывать, пока начал там что-то делать. Поэтому вот это конкретно видео я записывал уже с самого реплея. То есть я понял, что одновременно снимать, играть у меня не сильно будет получаться. Хотя попытался, честно говоря, это сделать с телефоном. Когда на телефоне посмотрел запись, я понял, что невозможно нормально делать одно и другое. Поэтому решил включить реплей. Реплей показал мне абсолютно те же самые баги, абсолютно те же самые ошибки. И, честно говоря, вот дальше просто с реплея записывал на телефон. Второй бой я уже записал непосредственно с самим телефоном, записывал. Потому что, что обнаружил, что когда первый раз у вас баг вот такой вылетает, то вы реплей можете запустить. И он будет вам показывать все ровно то, что происходило у вас на экране. А вот если вы несколько раз включаете этот реплей, потом, видать, программа каким-то образом что-то там подстраивает, короче, баг уходит. И в итоге на реплее получается обычное нормальное видео, которое ничем не отличается от обычного боя, в котором вы, как правило, участвуете. Поэтому, ребят, еще раз приношу свои искренние извинения за то, что запись именно в таком виде, она вся репит. Цвета абсолютно не настолько яркие и красочные, как были в бою. Мне, честно говоря, даже чем-то это дело понравилось. На что хотелось бы обратить ваше внимание, что текстуры упали не все. Упали текстуры прорисовки непосредственно самой местности, не считая камней, бетонных каких-то строений. В порядке остался у нас океанчик на данном фоне и так далее. То есть здесь я пытался повернуть одновременно и мышью башню для того, чтобы карту рассматривать. И там кнопками вперед-назад, вправо-влево для того, чтобы ехать куда-то. Короче говоря, обозревать саму карту было, честно говоря, сложновато, еще и параллельно пытаясь при этом держать ровно телефон напротив монитора. В общем, когда записывал изначально, наверное, неправильное решение принял. Но я просто не знал, что этот баг, он останется в реплее. Я очень надеялся, что в реплее он останется, но слабо в это верил. Короче говоря, получилась вот такая вот билиберда. Хотя вот эта билиберда, она еще нормальная, ребят. Потому что у вас нормальный задний фон, у вас есть красивые горы, да, там. То есть у вас есть бетонные строения какие-то. Танки останутся прорисованными, то есть, ну, все окей. Получается, проблема была с теми текстурами, как я уже сказал, которые связаны непосредственно с самой местностью, по которой вы передвигаетесь. Напомню еще раз, ребят, я в танки играю 8 лет. И за 8 лет такой баг у меня произошел реально первый раз. Я не знаю абсолютно с чем это связано, у меня никогда такого не было. Ни на телефоне, ни на планшете, ни на ноутбуке, ни на стационарном компьютере. Короче говоря, бой, понятное дело, я слил. Я плюнул результативность свою в бою, понятное дело, поражение. А вот, ребята, вам вторая катка, в которую я зашел уже на клинке. И обратите внимание, здесь баг пошел полностью на все, кроме каких-то редко стоящих кустов, деревьев. Столбы превратились, ну, в такую, я даже не знаю, что это за разрисовочка, да, шахматной доской не назовешь. Все здания в каком-то негативе, такое впечатление, что вот кто занимался фотоискусством, да, там, или фотохобби было, не знает, что такое работа с негативом. Вот, пожалуйста, вам негатив цветной пленки, ну, во всей своей красе. Шахматная прорисовка полностью по всем картам, ну, по всей карте. Со временем, вот, я потом доверну карту для того, чтобы показать вам полностью все. Вода, ну, короче, все. Остаются нормальными исключительно только сами танки. Дальше я переключился на своих союзников, потому что хотелось заснять полностью всю карту. И вот показать, что и горы, и вот, вот все, что вы видите полностью, кроме неба и отдельно стоящих некоторых кустов, но и танков, как я уже сказал, все остальное преобразилось просто до безобразия. Мне поначалу было даже сложно ориентироваться на карте, все-таки глаза привыкают к тому, что ты видишь постоянно. Все мы карты знаем как облупленные до последнего камня. Ну, вот, ребят, вот такая вот штука приключилась. Дальше мне, в принципе, рассказывать нечего. Кому интересно, как выглядит данная карта в таком конкретном виде, смотрите дальше видео. Я немножко сейчас его ускорю, потому что, в принципе, однообразие какое-никакое есть. Ну, и, ребят, если вдруг у вас встречаются такие баги, и у вас получилось их каким-то образом заснять, я буду рад, если вы пришлете мне их на мою электронную почту. Ну, кидайте мне сообщение где-нибудь в сообщениях, в комментариях, я имею в виду, под любым из видео. Я читаю все комментарии, а значит, ваш коммент по поводу того, что у вас есть такой баг, или появился, или что-то было другое, как моя улетная башня у Мауса. Пожалуйста, ребят, сбрасывайте, я с удовольствием из этого сварганю видос, и думаю, всем остальным это тоже будет интересно. Единственное, что напомню еще раз, что если вы перешлете мне сам реплей, с высокой долей вероятности, реплей у меня откроется нормально, и все будет абсолютно хорошо, все будет в норме. Поэтому лучше присылайте какого-то вот такого плана видео, заснятое исключительно с экрана вашего монитора, ну, я имею в виду с экрана вашего компьютера, то есть с монитора вашего компьютера, либо с экрана вашего ноутбука, и пересылайте ко мне, я буду вам безумно благодарен. Ну, а на данный момент у меня все. Кому нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, у меня не только вот такие вот дуралистические видео, вообще канал посвящен честным обзорам техники и товарам в магазине, на которых я показываю машины и товары такими, какие они есть на самом деле, ну, а технику руками среднестатистического танкиста. На данный момент у меня все, ребят, всем благ, всего хорошего, хорошего настроения, веселитесь, фантись, мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok